Атамила Хануб, как вы восприняли сегодня вот эту новость обо мне и что можете сказать? Ну, на самом деле я узнала об этом только в середине дня, после того, когда мне позвонили с вашего телеканала. Ну, как это можно оценивать? Конечно же, это очередное нарушение прав человека, которое происходит в Крыму. Это преследование и свободы слова в Крыму и даже попытки, фактически, перехода такого на давление на журналистов, которые находятся на материковой части страны. То, в чем вас обвиняют, конечно же, звучит очень странно. Вас обвиняют в участии в незаконном военном, военизированном формировании, при том, что вы работали как журналист и освещали деятельность блокады, которая была еще в 2015 году. Поэтому, однозначно, это следует рассматривать как нарушение прав человека, преследование свободы слова в Крыму и на материковой части страны. Ну, я все-таки не о себе, да, потому что я не единственная журналист, на которую давят, да, и в том числе на свободу слова, через призму меня в том числе. А мы видели факты Наримана Мамедеминова, да, Сервера Мустафаева и многих других. Вот как в таком случае поступать правозащитным организациям, как защищать, что делать? Понимаете, Бульсун, дело в том, что все имена, которые вы назвали, и имя Наримана и Сервера, это гражданские журналисты. Вы являетесь профессиональным журналистом, работающим на материковой части страны. Конечно же, мы всегда говорим о нарушении прав человека и нарушении прав журналистов, как по отношению к профессиональным журналистам, так и по отношению к гражданским журналистам. Однако, ваш случай и несколько иных случаев работы профессиональных журналистов и давления на них, я бы рассматривала несколько иначе. Потому что, кроме того, что Сервер и Нариман являются гражданскими журналистами, они являются действительно активистами крымской солидарности. Поэтому, в первую очередь, это связано с давлением на крымскую солидарность, как на движение, и на крымских татар, как коренной народ и общность, которая противостоит агрессии России, противодействует силовым структурам в Крыму. Поэтому, на самом деле, конечно же, противостоять очень важно на международном уровне, сообщать о таких фактах нарушениях, говорить о том, что международные организации должны противодействовать таким способам Российской Федерации, давление на журналистов и на активистов через Интерпол, к примеру. Потому что, насколько нам известно, вас объявили в международный розыск. Это также является очень небезопасным, на самом деле. И поэтому наши правоохранительные органы сейчас должны максимально быстро сориентироваться и отправить запрос международной инстанции, чтобы вас исключили все-таки из того списка, который Российская Федерация подала, как вас, как человека, которого преследуют в международном розыске. Чехсаха у нас это была Тамила Ташева, основатель организации КрымСО с нами на прямой связи.